Приветствую друзья! Люди по всему миру стали замечать, что календарные времена года не просто поменялись местами, они перемешались, и эта тенденция охватила весь мир. В последние несколько десятилетий европейские страны ощущают на себе изменение климата. Их засыпает сильные снегопады или заливает обильными ливнями в середине зимы. Многие учёные уверены, что Земля вступила в цикл климатических катастроф. Именно об этом сегодняшнее видео. Поехали! На всей Земле погода сходит с ума, и в каждом полушарии она объяснуется по-разному. Что не так стало с нашей планетой? Какова причина этих изменений? Что вывело наш дом из климатического равновесия? Учёные дают точный ответ. Земля вступила в цикл природных катастроф. История нашей планеты богата на природные катаклизмы и аномалии. Например, в древних рукописях Египта есть информация о замерзании Нила. С XVI по XIX века Чёрное море и Босфор оказывались покрытыми толстым слоем льда, по которому переходили люди. В тот же период Гренландия покрылась льдами и находится под ними до сих пор, хотя ранее викинги называли её «зелёным островом» из-за тёплых климатических условий. Учёные отмечают, что из-за планетарного потепления один климат сменяется другим, поэтому вся климатическая система Земли перешла в шаткое состояние. Именно этот процесс нестабильности вызывает экстремальную погоду. К ураганам, наводнениям, снегопадам, морозам, землетрясениям и сильным туманам привыкнуть невозможно. Они стали происходить с постоянным нарастанием. Всё чаще катаклизмы приводят к большим разрушениям и человеческим жертвам. Учёные отмечают, что прогнозы на природные катастрофы делать всё труднее. Теперь они происходят внезапно и в любом месте Земли. Самые тяжёлые изменения постигают Гренландию. Льды начали таять с большой скоростью, чего ранее не наблюдалось. Специалисты в области климатических процессов отмечают, что за ближайшие 20 лет Гренландия полностью останется безо льда и будет состоять из двух небольших островов посреди огромного океана воды. Вся Америка, а особенно штаты Калифорнии и Флорида, будут охвачены землетрясениями, наводнениями, цунами, смерчами и тайфунами. Латинская Америка будет страдать от сильных морозов зимой и аномальной жары в летний период. Бассейны Карибского моря, Тихий океан, а также Индийский захлестнут сильнейшие землетрясения, в результате чего возникший цунами разрушит все прибрежно-населённые районы. В 2010 году на Гаити уже произошло землетрясение мощностью 7 баллов, а затем повторной силой 6 баллов. Цунами огромной высоты обрушилось на побережье. Учёные считают, что эта тенденция дала начало длинной цепочке подземных толчков, которые охватят соседние регионы в самое ближайшее время. Также, по их словам, африканский континент накроет сильнейшая за сотни лет засуха, которая погубит всё сельское хозяйство. Пустыня начнёт наступать на Египет и на другие территории Африки. Сахара ежегодно увеличивает свои владения. В Испании возникнут огромные очаги пожаров. Вся страна может оказаться в дыму. Из-за изменения климатических условий в ближайшем времени Кольский полуостров, Евразийская плата, Китай, Англию и некоторые страны Европы могут накрыть наводнения, которые приведут к заболочиванию регионов. Учёные всего мира бьют тревогу, ведь уже через 3-4 поколения наша планета может подвергнуться более жутким и разрушительным катаклизмам. Они также отмечают ещё один любопытный факт. Кроме глобального потепления, который может стать причиной будущих планетарных катаклизмов, оказывается спутник Земли-Луна постепенно удаляется от нашей планеты. По расчётам специалистов, процесс скорости удаления заметно возрос в 2011 году. Учёные не могут объяснить, по какой причине это стало возможно. Существует теория, что на Луну воздействует какой-то невидимый объект, который имеет силу притяжения больше, чем наша планета. Именно поэтому Луна стала отдаляться. Если такая ситуация будет продолжаться, то земные сутки станут меньше 24 часов. Собственно, это, возможно, отражается в быстротечности времени, которое мы сейчас наблюдаем. Это действительно может привести к глобальным катастрофам на Земле. Ведь Луна, по сути, является тормозом для нашей планеты. Под её воздействием, Земля замедляет своё вращение благодаря отливам и приливам. А если спутник останется на месте, Земля начнёт вращаться в три раза быстрее. Тогда суточный цикл будет длиться на протяжении всего 8 часов. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!